Военные пошли на встречу журналистам. Сегодня на полигоне рядом с поселком Едзаветинка провели экскурсию, чтобы доказать подрыв списанных боеприпасов, проводимых в этом месте, никак не мог вызвать сейсмическую активность в северных районах Петербурга. Несколько дней назад местные жители сообщали о том, что чувствуют небольшие подземные толчки, которые также были зафиксированы сейсмологами Пулковской обсерватории. И по мнению некоторых экспертов, эти толчки как раз связаны с уничтожением снарядов на полигоне. Военные эту уверенность опровергли, заявив, что мощность взрываемых снарядов, 100 килограммов тротилом эквиваленте, слишком мала для того, чтобы последствия почувствовали в Петербурге. Накануне полигон в Елизаветинке обследовали гражданские специалисты. Работы, которые проводятся на этом полигоне, регламентированы всеми существующими нормами техники безопасности, включая проект полигона. Поэтому заряды, которые взрываются в этой площадке, и теоретически, и практически не могут повлиять на сейсмические эффекты, ударную волну, которая воздействует на окружающие объекты, жилые, нежилые и так далее. Добавлю, что взрывы на полигоне будут продолжаться до конца этого года. Военным западного округа необходимо уничтожить около десятков тысяч тонн списанных боеприпасов. О том, зафиксировали ли в Пулковской обсерватории последствия сегодняшних взрывов, и что думают об этом местные жители, в нашем следующем выпуске новостей из Петербурга на канале НТВ, 18 часов 35 минут.